Экономисту по образованию Елене Фомочкиной за три месяца пришлось срочно изучить основы юриспруденции. Заставила жизнь. Тулячка заказала на маркетплейсе глистогонный препарат для собак. Купила сразу пять упаковок. Но после оплаты от товара решила отказаться. По опыту знакомых узнала, что деньги за покупку можно получить обратно. Препарат у нее забрали, но на карту сумма так и не поступила. Я передумала этот препарат забирать. Я передумала, потому что отзывы не совсем мне подходят. Меня он немножечко смутил. Может быть когда-нибудь я попробую. Но сама ситуация. Хорошо. Возврат товара платный. Думаю, ладно. 500 рублей. Ну, заплачу. Сам заказ Тулячка не видела и на пункт выдачи не приходила. Решила просто дождаться истечения срока хранения, чтобы товар автоматически вернулся поставщику. Срок остек. Препарат увезли. С карты ушло 7100 рублей за само лекарство и его возврат. Прошла неделя. Деньги так и не вернули. Женщина написала письмо на адрес маркетплейса. Получила ответ, что ветеринарный лекарственный препарат относится к продовольственному. Поэтому возврату он не подлежит. Но данное правило на товар, купленный онлайн, не распространяется. Товар, приобретенный дистанционным способом, то бишь через интернет, можно вернуть в течение 7 дней, если этот товар не был в использовании. При этом такая категория, как невозвратный товар, в данном случае не работает. То есть вернуть можно даже те товары, которые вернуть при другом способе покупки не получилось бы. В России действуют разные правила возврата товаров. Например, сложную бытовую технику с гарантийным сроком более года вернуть в магазин без признаков поломки не получится. А вот в интернет-магазине причиной может стать неподходящий цвет или размер. Кроме того, в розничном магазине косметические товары, зубные щетки, носки, лекарства, золотые кольца считаются невозвратным товаром. А вот заказав их на маркетплейсе, вернуть деньги за такую покупку товара можно легко. И вот распространенные причины. Это нарушение сроков доставки предварительного оплаченного товара, изменение условий доставки, о том, что пришел товар ненадлежащего качества. С начала этого года в Роспотребнадзор по Тульской области поступило 255 жалоб на интернет-магазины. Чаще всего туляки отказываются от одежды и обуви, реже от техники. Одним из самых дорогих возвратов стала мебель, которую туляк заказал за 300 тысяч рублей. Деньги удалось вернуть мирным путем. А вот Елена Фомочкина готовится подавать иск в судно поставщика. На возврат денег она право имеет. Не имела бы, если бы купила препарат в ветеринарной аптеке. Но в этом и есть разница. Александра Иванова, Михаил Бологов, Первый Тульский.